Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok опыта, знания наших технологий и проектов, которые мы реализовали по Республике Казахстан. Поэтому все, что касается материалов, здесь мы задействовали самые лучшие материалы, которые доступны на рынке, которые мы уже проверили, в которых мы уверены, плюс объединили все это в систему и сделали под общей крышей автоматизации. Все программные алгоритмы являются нашим ноу-хау и являются, так сказать, частью проекта. Поэтому для нас именно эта составляющая часть инжиниринга очень важна, потому что иначе такой сложный объект, а это первый в Республике объект на таком уровне, при котором используется технология ультрафильтрации в масштабах города. Поэтому для нас было очень важно именно, чтобы все ошибки инжиниринга, которые, возможно, мы сначала испытали на бумаге, для испытания полевых условий. У нас есть пилотные установки, поэтому основные параметры работающей станции мы еще сделали в 2015 году. За это время, правда, качество воды немножко улучшилось, благодаря паводкам, но, тем не менее, все технологические наработки мы сделали сначала на пилотном уровне. У нас также есть лаборатория в Алмахе, у нас есть исследовательский центр, где мы постоянно изучаем мембраны различных производителей и реализацию на них технологий. Эффективность, выход очищенной воды. Поэтому задача чисто технологическая перед этим проектом стояла такая. Во-первых, получить максимально возможное качество очистки воды. При меньших эксплуатационных расходах. В первую очередь мы понимаем, что вода здесь не дешевая исходная, потому что за 50 километров из селиты подается сюда. Это энергоресурсы. На сегодняшний день мы, только работая на первой ступени, достигли выход воды 97%. Начинается с первого этапа, это грубая фильтрация. Здесь установлены специальные сетчатые фильтры, которые предохраняют мембраны первой ступени от крупных механических частей. Мы постоянно мониторим уровень мутности исходной воды. На основе этих показателей технолог задает технологический режим дальнейшей очистки. Но это делается автоматически? Конечно. Смотрите, это вот здесь исходная вода, которая уже от грубого песка, кусочки водорослей, трассичных-трассичных остатков отбывается и подается уже на 5 систем первой ступени. Пермиат, очищенная вода, подается вот сюда. Это Пермиат, а потом который уходит в РЧВ, резервуар чистой воды. Все режимы, которые реализованы на этой установке, они автоматизированы при помощи автоматической арматуры. Это арматура компании GEMU Германия, которая позволяет все технологические регламенты проводить автоматически, без использования участия какого-то. И для нас самое главное, без возможности человеческого фактора, ошибки. Мы видим, что здесь на сегодняшний день испытательная производительность 302. Максимальная производительность в этой установке 400. Для нас гораздо важнее показатели по трансмембранному давлению, по удельной скорости фильтрации и по пермиабилити. По фильтруемости или, как сказать, проходимости мембраны. Все эти данные мониторятся. Мы потом зайдем в диспетчерскую. У нас идет непрерывная запись трендов. Мы всегда понимаем, что в любых, так сказать, ситуациях есть конфликтные интересы между поставщиками. Мы решим положить этому конец. Почему? Для этого нужна полная автоматизация и возможность цифровизации всех данных. Мы достигаем абсолютную прозрачность воды, потому что этот прибор у него предел показаний 0,02. То есть мы на уровне, так сказать, его фоновых колебаний выходим на воду, в которой практически нет применения. Технолог контролирует здесь pH. Не здесь, вернее. Это идет и на диспетчерскую. И мы смотрим дозу хлора. Сейчас мы дозу хлора немножко больше поставили, потому что... Сезонность? Нет, просто мы сейчас в лаборатории будем проверять их методы и свои методы, чтобы найти... Истина всегда где-то витает, чтобы быть приближенной. И, соответственно, такие... Чтобы показатели... Здесь очень удобно. Это технологический контроль. У меня получается сравнительный анализ воды мы сделали. То есть приходящая вода исходная, существующая станция и реконструкция. Вот эта вода, которая прошла в остановке, вот она чистая вода. Да, и у нас получается, что по многим показателям эффективность очистки в процентах... Ну, вот как бы тут вот видно, что после реконструкции новая технология она более эффективна. Это вот старая станция, вот эффективность очистки. РЧВ это эффективность, а это уже после реконструкции. Вот они показатели, это эффективность очистки. По процентам даже. Ну, вот где выделено, мы видим, да, что эффективность очистки увеличена. Почему весь мир полностью, и это рекомендации ГОЗа, которые еще в стандарты не вошли, но они советуют перейти, отказаться от первичного хлорирования. Потому что первичное хлорирование вместе в сочетании органика, который содержится особенно в природных водах, вызывает образование так называемых тригалометанов. Это, мина будем говорить, такая замедленного действия, они часто не говорят, но очень часто люди жалуются на запах дуста в воде, они ассоциируют это. Это типичные проявления хлорорганики, поэтому в любом случае такая вода, она будет гораздо более безвредная для потребления. И в этом отношении тоже это пионерный проект, потому что нам дозировать хлор приходится в гораздо меньших количествах на уровне, вот как я вам сказал, там 0,3-0,5 миллиграмм, без первичного хлорирования. Потому что мы всю органику убираем на первой стадии. А что выходит с мембран, я могу вам в том, где показать. То есть там действительно очень много коагулированной органики, поэтому эта органика убирается, а потом в нее добавляется гипоклорид натрия, что не вызывает, или в гораздо меньшей степени вызывает образование так называемых побочных или продуктов, их называют byproducts of chlorination во всем мире. Это уже хорошо известный факт, и мир рекомендует, ВОЗ рекомендует по возможности отказаться от первичного хлорирования. Поэтому вода очень хорошего качества, она не пахнет, цветность мы по данным СЭС уменьшили в три раза. Мы используем немножко другую шкалу, мы используем шкалу ПТКО, которая у нас есть на лаборатории УНАС, в сравнении с первой частью фильтрации, и исходной вернее, и ультрафильтрация, она изменилась на 124 единицы. Вот здесь мы проводим опыты, это вот вода после первой стадии, она еще ПТКО нейтрализована, но выходит она вот такой. Выходит она вот такой, и более того, такая вода идет на вторую ступень, чтобы извлечь из нее практически еще 60, а то и 80% воды. Вот эти балансы мы, естественно, с заказчиком еще обсудим, к какому мы придем оптимальному значению. Потому что вытащить воду отсюда требует дополнительных реагентов, и нужно найти баланс между, будем говорить, себестоимостью и экономическими затратами. Вот это конечная вода, я специально сфотографировал свою ванну, когда приехал сюда. Я надеюсь, когда-нибудь увидеть ее более прозрачно. Я очень хочу, чтобы жители почувствовали, так сказать, прелесть от того, что сделали вы, от того, что пришла в город хорошая вода. Мы с нетерпением ждем испытания уже промышленных, потому что к ним практически готовы. Меня все время спрашивают, когда, когда. Но я человек вообще перфекционист, мне надо, чтобы было все идеально. И потом я говорю, да, все нормально. Как раз очень вовремя, потому что у меня немножко пересохло в голову. Это, будем говорить, сердце управления. Абсолютно каждая задвижка, каждый инструмент, который установлен здесь, он отображается. И, будем говорить, координируется работа, согласованная, через так называемое R&M, или автоматизированное рабочее место. Оно основано на программных продуктах компании Siemens. Это Windows, WinCC, Readancy, да? Да, и для этого используется для промышленных компьютеров, которые зарезервированы. Они работают одновременно, при выходе другого автоматически подключаются. И сервер здесь находится, да? Да, и каждый из компьютеров тоже сидит под UPS. Таким образом, мы максимально пытаемся обезопасить аварийные ситуации, которые могут возникнуть даже в случае отключения электроэнергии. Потому что на это есть тоже особый регламент, но так как вся аппаратура контролируемая, она низковольтовая, у оператора в течение 15-20 минут будет возможность правильно выйти. Ну и самый главный вопрос, про то, что говорил Иван Кешик. То есть работников нашей компании вы обучаете? Мы это будем делать не просто там формально. Я все обучение знаю, когда начинаю все объяснять, говорят, понятно, понятно. Нет, это очень важно, да. А мы это сделаем в процессе и растянем, чтобы это было... Мы подумаем какой-то механизм, чтобы передать это плавно и безболезненно. Да, и вот желательно, чтобы они были вовлечены в процесс даже вот вашей уже последней инстанции установки, чтобы они понимали, что... Да. Ну и примерно вот так, чтобы опередить ваши вопросы по срокам, я скажу, что вот не сильно торопяйся, а спокойно делай. Это будет начало или середина следующей недели. Мы будем готовы объявить о том, что мы переходим на промышленные инстанции, что вы испытали. Ну, вопрос есть в городе всегда по... Именно по цветности воды, да, то все говорят, что вода ржавый свет. Это у нас есть большая проблема сейчас по магистральным водоводам между вот этой сопкой, где мы находимся, и самим городом. То есть это две нитки 25 километров диаметром 500. Они металлические, имеется в виду материалы, с которых они сделаны. И в результате, как бы, уже, получается, около 8-летнего их работы, после износа замены, да, сейчас большое количество утечек на них образуется, и обрастание, получается, если проще сказать, идет при любых гидравлических возмущениях, то есть отключениях, включениях, да и постоянной работе идет отмывание с внутренней поверхности труб железа, которые дает свет в городе. То есть вода соответствует всем нормативам, бактериологическим, показателям, химическим, все соответствует, но именно мутность, не мутность, а цветность воды дает именно вот этот магистральный водовод. То есть единственное решение проблем, как сейчас говорят, что вода вообще должна, имеется в виду, вода должна идти, трубы должны быть материалы, именно пластик, полиэтилен. У меня сразу такой дилетантский, может быть, дилетантский вопрос, но, учитывая то, что вы сейчас говорите, учитывая износ наших труб, получается, вот эта вот установка, которую нам сейчас продемонстрировали, ну, я, опять же, эффекта не будет тогда получать. То есть то, что мы здесь увидели, население все равно будет получать ту воду, которая мутная, там, имеет ржавчину и все остальное, да, получается. Вода, говорю, по еще раз говорю, по всем, как бы, характеристикам она соответствует, еще лучше становится, имеется в виду, здесь, по-другому, но, получается, на конечном потребителе, в результате того, что, помимо еще магистральных, у нас есть внутригородские сети, практически у нас все поменены по реконструкциям за последние годы на полиэтиленовые трубы, то есть вопросов нет. У нас еще, помимо магистральных, есть внутригородные дремовые сети, которые тоже полностью необходимо занять. То есть вот эти два фактора дают, имеется в виду, цветность и вот этот, как говорят у нас, ржавую воду, которая именно, вот, и дает, как бы, что у нас именно такая вода. Да, магистральные сети у нас, так говорю, вот, самый вопрос, это вот Сопко-город, потому что в городе даже магистральные городские сети, это там, большие улицы мира, все они были поменены вместе с внутридворовыми, они все были реконструированы на полиэтиленовые трубы. Трубы, они дают, да, современные. Здесь, правда, когда реконструкция была в 2010-2011 году, весь вопрос, то есть и главный водовод этот, было применено именно металлические трубы, которые, ну, получается, вот 10 лет, и опять мы имеем вопрос с этим, с цветностью воды. Так, а сейчас, Алексей Сергеевич, мы только с вами проговаривали вопрос по этому, по разработке ПСД по замене магистральной трубы. Да, мы же, как бы, отрабатывали, дали все данные, да, с управлением экономики, которые приезжали недавно, да, недавно, с управлением энергетики, как бы, все эти, мы заявляем сейчас, просим финансы на ПСД, на проектно-сметную документацию именно этого проекта. Мы, как бы, если по предварительным данным, это где-то стоимость ПСД около 70-80 миллионов, и сам проект, если говорить, две нитки, полная замена. Таких сложных, как бы, этих по нему нет, то есть, каких-то насосных станций, там это, это чисто получается в экзотете, ну, я думаю, где-то это в пределах 3-3,5 миллиардов он будет. Ну, это под ключ, уже готовый. Это под ключ полностью, да, с работы СМР, вместе с стоимостью трубы полиэтиленовой, вместе с арматурой, там, и необходимыми, там, сидевыми, колодцами. У нас есть же возможность, когда депутатам Москахата обратиться, попросить, кто бы именно выделил на эти деньги, мы с вами обсуждали в прошлый раз, проекты такие большие для города. Просто, когда не имеет смысла было проводить это все, если мы не поменяем магистрат, правильно, получается, конечный исход будет, вода, ну, такого же, хотя здесь мы сегодня убедились, воочию увидели, что действительно современные технологии, действительно современные технологии, и увидели, что это большая разница, нам показали, более того, продемонстрировали, что можно пить из-под крана воду. Человек, который переживает за город, который стал причиной хорошей прозрачной воды у нас в поселке, поэтому, пожалуйста, чтобы впоследствии уже дальше взаимодействие только укреплялось и укреплялось, И ваш проект стал нашим проектом и прорывным проектом. Спасибо. Да, конечно.